Ты должен ехать со мной! Куда? Назад в будущее! Минуточку, что ты там ищешь, док? Топливо! Мистер Фьюжн работает на бытовых отходах! Бытовые отходы из урны под боком в качестве топлива для реактивного двигателя. В 85-м это было фантастикой для создателей легендарной кинотрилогии «Назад в будущее». Для нас, уже давно переживших рубеж, обозначенный в фильме как некое будущее, а мы пережили его еще в 2015-м году, для нас это лишь почти из области допущений и детской фантастики. Завод по переработке токсичных отходов Все-таки человечество научилось извлекать энергию из мусора давным-давно. Первый мусоросжигательный завод в мире уже был построен в Великобритании за 10 лет до приключений наших киногероев уже в 1885-м году. Индейцы! Невозможным тогда представлялся тот факт, что теплоэлектростанции, работающие на топливе из бытовых отходов, могут быть безопасными для здоровья людей. Вот именно так, теплоэлектростанции. Мы с вами привыкли называть наш гипотетический завод мусоросжигательным заводом. Оно, конечно, правильное. Главная его функция все-таки в сжигании мусора. Но в Европе, в мире их называют все-таки чуть-чуть иначе. Заводы по термическому обезвреживанию отходов. И есть еще одна функция. Ведь самое главное в этом словосочетании – это слово «завод». Завод – значит, он что-то производит. И он производит. А производит мусоросжигательный завод абсолютно то же самое, что производит и вот здесь. Здесь – это на Казанской ТЭЦ-2. Здесь производят тепло и электричество, как и на мусоросжигательном заводе. Между теплоэлектростанцией, работающей на мусоре, и станцией, использующей в качестве топлива природный газ, различий, по сути, немного. Изнутри мусоросжигательный завод вот так в точности и выглядит. Вся разница, собственно, в топливе. На ТЭЦ нет системы очистки дымовых газов. Незачем. Нам говорят, что за сутки предприятие выпускает в атмосферу то же количество вредных веществ, что производит три легковых автомобиля в поездках по городу за те же 24 часа. Мы слышали то же самое только в Москве на мусоросжигательном заводе. Значит, по степени, ну вот этой самой бесовской составляющей выбросов вы тоже можно проводить некие параллели. Ну, наверное. Дело в том, что можно в современных условиях достичь любой системы очистки, любой степени очистки. Итак, принцип тот же. Вот мусоросжигательный завод. У нас есть топливо. Мы можем подогреть воду и получить тепло. Можем использовать энергию образующегося пара для вращения турбины, которая вырабатывает уже электричество. Для Казани заявлена мощность в 55 мегаватт. Это в несколько раз меньше, чем у любой из казанских ТЭЦ, но этого вполне достаточно для обслуживания, скажем, десятков тысяч домохозяйств. А вот теперь к отличиям. Система очистки дымовых газов – это треть всей стоимости завода. Что здесь происходит? Атмосферное сжигание. Это когда из топлива у нас лишь мусор и кислород. Воздух. Температура в котле – 1200-1260 градусов. Она смертельна, как минимум, для любого из пары сотен химических соединений диоксинов, которыми нас так пугают. Диоксины начинают распадаться при температуре выше 750 градусов. Так, тысячи градусов, 1200, они полностью разрушаются. Сейчас на огородах все используют поливинилхлоридный шланг. Очень тонкий, такой гибкий, очень хороший шланг, в том числе я. Я думаю так, вот завод выделит диоксинов за год столько, сколько дачник сожжет два мотка поливинилхлоридного шланга. Вот приблизительно так. Понимаете? Опасность реинкарнации диоксинов все же существует при охлаждении газов на выходе из котла. Но и система очистки доведена до совершенства. Карбамид, то есть мочевина, гашеная известь, активированный уголь – эти реагенты абсорбируют и остаточные диоксины, и фураны, и ртуть, и тяжелые металлы. Далее тканевые или рукавные фильтры – это огромные пылесборники. Вся пыль останется здесь и не вылетит в трубу. И важное дополнение – все это так называемая сухая очистка. У мусоросжигательного завода нет сточных вод. Нас уверяют, что грунтовым водам ничего не грозит. Тест, работающий на мусоре, будет выделять вредных выбросов меньше, чем тест, работающий на газе. Все это известные технологии. Они и у нас есть. Вот это от очистка, от азота, то есть это от окислов азота, от окислов серы. Все это работает. Тут никаких претензий с химической точки зрения, с инженерной точки зрения быть не может. Именно поэтому, как это нам не удивительно, мусоросжигательные заводы или мусоросжигательные теплоэлектростанции так часто располагаются в черте города или в непосредственной близости от жилых домов. Они очень похожи по содержанию, но сильно разнятся по форме. Двух одинаковых нет. Мусоросжигательные заводы совсем не похожи на те картинки, которыми нас пугает в интернете. Слева химкомбинат в Пензе и угольная электростанция в Китае. Справа мусоросжигательные заводы в Польше и Великобритании. Конечно, не убеждает и это. Ведь мы боимся, что мы все сломаем, до цели не донесем и вообще все эти технологии не для нас. Но нам обещают именно систему. Защиту, так сказать, от дурака. На заводе, конечно, будут датчики. Заявляется даже, что не только профильные ведомства, что мы с вами при помощи приложений на наших смартфонах будем в режиме реального времени наблюдать за соблюдением всех параметров на выходе из заводской трубы. Эти датчики будут независимы от тех людей, которые эксплуатируют. Все данные будут фиксироваться не только на заводе, не только где-то еще, а и в Росприроднадзоре. Они будут обязательны. Это гарантия того, что не прорвутся никакие газы при помощи нашей расхлябности, раздолбанности и так далее. Да, у завода тоже есть отходы. Это шлак и это зола. Первое и главное, никакого полигона, никаких свалок на территории и вокруг завода не будет. Шлак, который не токсичнее битума, вполне применим в дорожном строительстве. Зола тоже. Существуют технологии и к 22-му году мы должны будем понимать, что нам со всем этим делать. Но нас, конечно, интересует не столько то, что на выходе, сколько то, что на входе. На заводе не будет сортировочной линии. Мы должны будем построить ее сами, опять же, к 22-му году. На заводе будет радиационный, химический контроль, металлоискатели. Все, что сюда попадет, зависит от нас самих. Поэтому, естественно, и европейский опыт показывает о том, что извлечение мусора, в первую очередь, это ртутные лампы, это батарейки. Я думаю, что эта проблема, она уже решается и она решаема. И когда нам говорят 10-15 лет, это завышенный, конечно, период времени. Я думаю, что это 2-3 года, реально. А нужно еще с населением работать для того, чтобы количество отходов просто не образовывалось. Ну, то есть это вот, например, мы идем в магазин, мы идем, не покупаем пакеты, мы берем с собой сумку. Казалось бы, простая вещь, да? Если я буду принимать неправильные отходы, мне придется менять этот фильтр очень и очень часто. Мне этого не нужно. Поэтому мы в данном случае заинтересованы и в раздельном сборе, и в том, чтобы на завод приходили именно те отходы, которые предполагаются к сжиганию. Энергия никуда не исчезает, как мы все знаем, из фундаментального закона природы. Вопрос лишь в том, как ее эффективно и безопасно использовать. Московская область, превращенная в огромный мусорный полигон, подсказывает нам выход. Мы не чемпионы мира по сортировке мусора, и мы не станем ими в ближайшие десятилетия. Цикличной экономики, где отходы проходят длинный путь от колыбели до колыбели, у нас нет. Мы пока в силах лишь сопроводить эти отходы от колыбели до могилы, или извлечь хоть какую-то пользу из того, что валяется у нас под ногами. Попутно спасая, конечно, из огня все, что еще можно спасти. По сути, возвращаясь к тому, что было у нас когда-то в советские времена. Так что, назад в будущее. Михаил Любимов, Камит Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Продолжение следует.